Обращение к армянскому народу Данный репортаж является сугубо личным мнением автора, основанным на анализе социальных сетей и публикациях в средствах массовой информации. Здравствуйте, с вами Евгений Михайлов. Сегодня я как русский человек хочу высказать свою позицию по карабахскому конфликту армянскому народу, вернее тем его представителям, которые достаточно образованы и могут без националистической истерии воспринять то, что я скажу, без угроз диванных бойцов, регулярно садящих меня на кол в комментариях к моим выступлениям. На мой взгляд, то, что сейчас происходит в Карабахе на линии фронта, является ничем иным, как ответом Азербайджана на многочисленные провокации соросовского режима вашего премьера Никола Пашиняна, которому вы поверили в надежде, что он приведет вас к светлому будущему. Не привел. Более того, многолетнее накачивание русофобской истерии, героизация фашистов, закрытие русских школ, митинги против нашей военной базы, которая вас защищает, привели к охлаждению отношений между нашими странами. На вас не напал агрессор. Просто Азербайджан долго ждал возврата обещанного ранее вашими же правителями своих оккупированных территорий. А Россия, как старший брат и гарант вашей безопасности, до самого конца пыталась вас образумить для того, чтобы не было войны. Случилось то, что случилось. Началась операция по освобождению территорий. И знаете, мне жалко погибших молодых ребят. Как армян, так и азербайджанцев. Но это солдаты, воины. И когда армянскими военными были нанесены ракетные удары по мирному населению в Генже, я понял, что освободительная война превращается в отечественную. Я многодетный отец. Когда я увидел, как убивают грудных детей, и потом в армянских социальных сетях глумятся над плачущим отцом, хоронившим свою жену с ребенком, я понял, ваша страна обречена, если творится подобное, и вы не остановите своих правителей. Опомнитесь, наши деды плечом к плечу сражались с фашистами за светлое будущее своих детей. Неужели вы не сможете жить в мире с азербайджанцами? Не верю. Раньше же жили вместе и женились. Рождались дети в смешанных семьях. Сейчас я слышу в эфирах соловьиные трели и слезные призывы с требованиями осевших в России армян, чтобы русские солдаты пришли на помощь Еревану. До начала войны вы надеялись, что Запад вам поможет, а когда убедились в том, что помощи нет, вы вновь просите спасти вас русскими штыками, кричите о том, что вновь турки готовят геноцид и спасите христиан. Мы это уже проходили. Спасали вас и дали вам государство, которое теперь вы сами же своими силами рушите. Нет уж, сами начали, сами и разгребайте. А мы поможем, но только не в ущерб нашим отношениям с братским Азербайджаном. На мой взгляд, России не стоит опасаться постконфликтного региона и Азербайджана, который, по всей видимости, побеждает. По моему мнению, Баку никогда не стремился упасть в объятия НАТО и Европейского Союза. Азербайджанцев всегда ассоциируют с турками, то есть с мусульманами, им там ловить нечего. А вот Грузия, Украина, а теперь и Армения в обмен на западные коврижки предали вековую дружбу с Россией. В Азербайджане руководит комплементарный президент Ильхам Алиев, который уважает русскую культуру и развивает русский язык. В Азербайджане проживает более 150 тысяч русских. Русские сейчас гибнут за Азербайджан. И русская же православная церковь в этой стране поддержала правительство и его стремление вернуть оккупированные территории. Впрочем, как и другие конфессии многонационального Азербайджана. Опять же, как мы можем поддержать нынешний русофобский режим вашего Никола Пашиняна, если Россия в последние годы только нарастила товарооборот с Азербайджана и запустила масштабные совместные экономические и политические проекты. Совершенно очевидно, что после войны или ее остановки на приемлемых условиях еще больше возрастет экономический потенциал региона. И в том числе для новой Армении, если ее народ сможет понять свои ошибки и договориться с народом Азербайджана. У меня нет сомнений в том, что только Россия сможет спасти армян Нагорного Карабаха от полного краха. Но не штыками, как вы хотите, а своим миротворческим потенциалом, которым пренебрегает ваш, уважаемые армяне, премьер Никол Пашинян. Вновь, именно благодаря усилиям России, постоянный представитель страны ООН Василий Небензе собрал Совет Безопасности Организации, где были обсуждены меры, способные достигнуть реального перемирия между враждующими сторонами и, вероятно, при участии в миссии ОБСЕ. Так что беспрекословно садитесь за стол переговоров и договаривайтесь для общего блага, иначе для вашей страны мало перспектив. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok